Полиция, пожарные, скорая. Вечер для оперативных служб и педагогов техникума строительных технологий выдался напряженным. Один из студентов заявил, что заложил бомбу. Молодой человек, уходя с общежития, сказал воспитателю, что он ночевать в общежитии не будет, но якобы он заложил бомбу. Воспитатель, зная, что в общежитии проживает больше 200 человек, обучающихся, в связи с нашей ситуацией в стране, в мире, выполнив свои должностные инструкции, сообщил в полицию об случившемся. В здании никаких взрывных устройств не обнаружено, зато сейчас проводится доследственная проверка. Судьян первого курса говорит, что он просто пошутил. В настоящее время его необдуманным словом дается юридическая квалификация. Поэтому за все наши слова в рамках той ответственности, которая предусмотрена законом административной либо уголовной, люди будут нести ответственность. Те намерения, которые были у данного обучающего, сейчас выясняются в ходе доследственной проверки. Профилактическую работу с шутником будут проводить и педагоги учебного заведения. Профилактические беседы, естественно, будут проводиться, учитывая, что он и так стоит на контроле учебного заведения. Поэтому работа профилактическая будет продолжена. Какую ответственность будет нести неудачно пошутивший студент, решат компетентные органы. В самом худшем случае ему грозит возбуждение уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об угрозе совершения террористического акта». Елена Мирвид, Антон Бархатов. Местное время.